Это программа «На самом деле» в студии Александра Рыжкова. Здравствуйте. Безусловно, голосование по поправкам в Конституции России станет проверкой готовности нашего общества окончательно отказаться от позора и ужаса 90-х и перейти на новую ступень развития российской цивилизации. Действительно, согласно новой редакции, в отличие от Ельцинского закона, провозглашается и принцип неделимости России, устанавливаются четкие социальные обязательства государства перед своими гражданами и становится более гибкой, сбалансированной современной системой власти. Это и создает для нашего государства и общества правовые предпосылки для активного развития, для перехода к новому качеству жизни и необратимости этого пути. Именно это так раздражает пятую колонну. Им нужен закон, который позволил бы развалить страну. Давайте вспомним, что в середине 90-х годов российское государство больше напоминало конфедерацию, союз племен с разным уровнем полномочий и ответственности местных вождей. Реального федерализма не было, был период полураспада. Теперь же, сохраняя все принципы федерализма, новая редакция проглашает принцип неделимости и единства России. Сохраняется и другая традиция российской государственности, ее общинность и обязанность власти выполнять перед своим гражданином социальные обязательства. Индексация пенсии, обеспечение определенного уровня зарплат, медицинского и социального обслуживания – это безусловное достижение новой редакции Конституции России. Поэтому каждый гражданин нашей великой страны должен понимать, хочешь сохранения державы, хочешь, чтобы твои дети и внуки жили в России, а не на ее осколках, приди и проголосуй за новую Конституцию. Хочется надеяться, что поскакушки в сквере в прошлом году стали хорошей прививкой от такого явления, как равнодушие большинства. Этот синдром необходимо преодолеть. В противном случае мы лишаем себя шанса на достойную жизнь и развитие, на сохранение нашей традиционной системы ценностей, которую надо защищать. А способ защиты довольно прост – голосовать за новую редакцию основного закона России. И пусть либеральное меньшинство беснуется и дальше, пусть скачут и отрабатывают свои иудины по дачке. Им не остановить переход российской цивилизации на новый виток развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова